Привет, друзья! Приветствуем вас на канале Squod. Сейчас уже начало лета, июнь начался, погода хорошая. Мы решили снять для вас такой видеообзор некой продукции DOKAIN, которая может весьма кстати сейчас вам подойти, потому что все больше и больше стран признают нашу лучшую вакцину Sputnik V. И вы скоро сможете отправиться в какие-то страны на отдых с вашей справочкой о прививке. Ты привился, кстати? Привился? Не привился? Но это твое дело. Хочешь прививайся, хочешь нет. Я вот привился, скажу честно, но теперь чувствую, что мной кто-то управляет. Вот, блин, вот иногда прям такое ощущение, что не хочешь что-то делать, а делаешь. Ну, кто-то управляет. Я думаю, что через айфон это все происходит. Ну, короче, обзор такой коллекции, которая называется Travel. Travel, но такой как бы light travel, да? То есть мы сейчас не будем говорить о здоровых этих сумках на колесах, этих чемоданах. Ну, все их уже сто раз видели и знают, как это все работает. А эта коллекция, она такая минималистичная, облегченная. Возможно, что это такой travel, но недолгий, недальний. Или, может быть, это какие-то вещи, которые вам помогут чем-то в большом вашем путешествии. Помимо того, что это Adventure, это еще и Packable Collection, то есть та, которая упаковывается, упаковывается, ну, сама в себя, да? То есть вот, например, показываю вам, видите, такой треугольничек, чехольчик. Теперь непосредственно о самих вещах. Есть два варианта рюкзачков, вот таких вот достаточно больших. Вот это вот называется Adventure рюкзак 38 литров объема. И есть такой же вариант на 28, ну, такой же он условно, такой же. Кстати, цвет офигенный, просто огонь, такой яркий, классный цвет. Честно говоря, давно таких ярких рюкзаков у Докайна не было, очень прикольный. Начнем с рюкзака, который побольше, да? То есть это такой дорожный рюкзак. Он, собственно, сделан наподобие сумки на колесах, да, чемодана. То есть он так вот раскладывается на две части. Разделяется молнией, да? То есть вы сюда... Есть такой же отдел, как у сумки на колесах для каких-то вещей, там, с сеточкой. Есть отдельный, кстати, снизу карман для обуви, который не соприкасается с вещами, которые лежат внутри и не пачкает их. Ну, в общем, здесь куча разных карманов. И спереди тоже достаточно большие, которые добавляют еще объема. И боковые какие-то карманы есть для... Создают такой для бутылок воды. Ручки всевозможные сбоку, сверху, за которые вы можете все это дело переносить. Потому что, в принципе, 38-й объем, 38 литров для рюкзака, это достаточно много. Плюс еще здесь есть отделение для ноутбука. Если вы все это так хорошенько нагрузите, да, то будет тяжело. И даже здесь есть, вот видите, верхние регулировки стрепов, чтобы вам было намного удобнее. Да, обычно городских рюкзаков таких нет. Это уже из туризма такие штучки. В общем, рюкзак еще имеет дышащую спинку из такого дышащей сетки. И лямки тоже из такой же сетки. У него есть возможность эти лямки отстегнуть и спрятать в карман. И, в общем-то, таким образом получить просто такую сумку с минимальным количеством каких-то ремней торчащих. Теоретически, конечно, даже это сделано для того, чтобы можно было сдать в багаж. Но вообще габариты проходят совершенно спокойно вручную кладь, наверное, практически любых авиалиний. Но если вдруг вы набьете так, что вам докопаются какого хрена, вы просто убираете лямки, сдаете этот рюкзак в багаж. Но единственное, что вам придется электронику оттуда вытащить. На спинке есть еще вот такая лямочка. Она нужна вот для чего. Вот тут стоит сумка на колесах. Вы вот так вот передвигаетесь, надеваете ее сверху. И уже передвигаетесь с рюкзачком не на спине, а на сумке. Он ездит с вашей сумкой. Другой вариант рюкзачка такой же, да, цвет интересный. Он 28 литров объема. Здесь чуть-чуть, конечно, всего поменьше. Поменьше кармашков, поменьше всяких возможностей. И, соответственно, меньше вещей вы туда сможете запихнуть. Здесь такая же конструкция спинки, но лямки не убираются. Он точно так же открывается на две части, да, куда-то вы кладете свои вещи. Здесь отделяется сеточкой, чтобы вам было видно, что вообще вот там лежит. И легче было все это найти. Опять же, для обуви карман, который снизу. И чехольчик, не позволяющий соприкасаться с вещами. В общем, чуть-чуть поменьше рюкзак, 28 литров. Его можно использовать как и городской, допустим, вы там куда-то приезжаете, в командировочку приезжаете, в командировочку. И берете с собой на пару дней там, ну, немного вещей, допустим, вы летом едете, да, вам ничего не надо, там, вы едете куда-нибудь на море. В Сочи, к примеру, да, берете плавки. Вам для плавок сколько места надо? Вот этого вполне хватит. В общем, маленький рюкзак для приключения. Ну, это скорее для какого-то путешествия, да, но так же, как и вот этот. Есть они в разных цветах. Вот, кстати, вот еще есть такой черный цвет с очень интересной армированной, армированным нейлоном. То есть вот эту ткань, ее вообще хрен порвешь, она армирована изнутри. То есть, в принципе, это парус, да, паруса делают из такой же ткани, очень прочная и очень легкая. Вот эта оранжевая, другая ткань, это уже не из такой. И, кстати, вот эта стоит чуть-чуть ткань дороже. Теперь, что касается коллекции, которая называется Packable. То есть то, что упаковывается, ну, грубо говоря, само в себя. Это такие вещи, которые вам помогут когда-нибудь, могут помочь в каком-нибудь путешествии. То есть, например, вы приехали там с туристическим рюкзаком, идете в какой-то кемпинг, да, на какую-то тропу. Вам надо в какой-то момент, допустим, находиться в кемпинге. Или вы идете по тропе там неделю, две, три, но у вас с тропы какие-то радиальные выходы намечены. Естественно, с большим рюкзаком вам идти радиальные выходы смысла нет. Если у вас ничего нет, кроме большого рюкзака, а вам нужно взять с собой там, ну, не знаю, хотя бы водички, плюс там взять с собой ваши ценные вещи, там, документы, деньги. И вам нужно какой-нибудь с собой иметь запасной вариант легкого рюкзачка. Вот такую штуку вы открываете, вытаскиваете отсюда рюкзачок. И получается рюкзачок объемом не очень большим, но которого вполне хватит для того, чтобы совершать дневные радиальные какие-то вылазки. Для него очень тонкая, очень легкая ткань. Причем это кордура, да, кордура очень прочное волокно. Лямки дышащие, вот они прям буквально прозрачные, тоненькие. Есть регулировка у лямок по длине, и есть даже грудная перемычка, чтобы вам спокойно шлось и ходилось, и он не болтался у вас на спине, а перемычку можно отстегнуть, будет еще легче. Он очень легкий, я не знаю, сколько он весит, но прям суперлегкий. Да, затягивается просто сверху обычной такой штукой. То есть, когда вы, например, идете в поход и едете куда-нибудь на тропу, вам приходится свой, опять же, большой туристический рюкзак, который сколько там, 80 литров, 100, не знаю, сдавать в багаж. И чтобы с собой взять какие-то минимальные вещи, вы просто в такой рюкзачок все это убираете, потом по прилету перепаковываете обратно все. Ну, я имею в виду там документы, электронику, то есть этого объема вполне хватает. И упаковываете потом опять в такой же треугольничек и идете с ним уже непосредственно на свой маршрут. Если вам, допустим, не нужен рюкзак, или вам больше нравится не рюкзак, а вот такая вещь, такая вещь, это я имею в виду дюфельбэк, ну, то бишь, сумка спортивного стиля. То есть тут она достаточно объемная, ну, литров я не знаю, сколько здесь. Здесь порядка 20 литров, наверное. Вы можете спокойно увеличить объем какого-то вашего багажа, да, допустим, вы приехали куда-то, пошли в магазин закупиться там, не знаю, провизией на какой-нибудь ваш двухнедельный поход. Вот с этой сумочкой пошли сюда, что-то много всего влезет, потом где-то будете перепаковываться. Кстати, вот этот вот дизайн, такой серенький, это в этом году Дакайн сделал коллаборацию с американским брендом Рампл, это бренд, который делает охренительные пуховые одеялки, просто вот они настолько няшные, легкие и теплые, и опять же они пэкабл такие, упаковываются совершенно какие-то маленькие объемы, то есть такие, как одеялки для, там, не знаю, для кемпинга, опять же, для туризма, да и дома их можно использовать. К сожалению, почему-то нам продали возможность только продавать именно сумки, да, то есть то, что шьет Дакайн, а вот, например, какие-то одеялки от этого бренда нам заказать не дали, очень жаль, и на связь что-то они не выходят. Ну, у нас для вас будут такие же, ничуть не хуже, одеялки других наших туристических брендов, о них потом когда-нибудь вы увидите в передачку. Что есть еще? Еще есть вот такой вариант сумочки, тоже пэкабл. Это можно назвать такой тоже сумкой, да, как так скажем, авосечкой, у нее есть ручки, можно носить, но есть и лямки, но тут также такие обычные просто тонкие стрепы, ну, имеется возможность повесить себе там на спину, ну, там, или на грудь, например, если вдруг вам на спине там большой рюкзак висит. Ну, то есть это еще один вариант дополнительного объема, дополнительного какого-то багажа, который вы сможете с собой унести, а, ну, не с целлофановым же пакетом вам ходить, да, если вы вдруг приехали и что-то вам потребуется, дополнительный объем. С целлофановый пакет это вредно для природы. Еще у нас есть такая очень легенькая поясная сумка. Ну, поясная сумка вообще супер универсальная вещь, которая, ну, куда угодно может подойти и для каких-то туристических походов, для просто и поездок, там, не знаю, в другой город, на экскурсию. Тоже кордура легенькая, прочная. Она просто сминается, да, там, она не убирается там какой-то в карман, но при этом она просто сминается в какой-то вот, ну, в ничто, так скажем. Есть тоже разные варианты, есть даже вот это как прошлогодний вариант такой сумки, тоже коллаборация, рейндж серия, ну, то есть какой-то тоже такой оригинальный дизайнер сделал дизайн для такой легкой сумочки. И есть еще вот такие вот всякие помощники, которые могут пригодиться. Вот, например, такая, такой шелдербэк, он маленький, легенький. Для документов, да, то есть сюда можно положить какие-то там и паспорта, и большего размера документы, ну, то есть такое, что и телефон сюда войдет, много разного всего, и носить с собой по городу удобно, она легкая, и все ваше, все мое ношу с собой и контролирую, никто к вам не проберется в карман. По-моему, правда, такие вещи, да, вот в Бразилии не прокатывают, там просто с пистолетом подходят, и тебе вообще ничего не спасет. Есть вот такой дорожный кошелечек, это тоже как шелдербэк, который можно повесить, там, не знаю, на шею или через плечо. Здесь регулируемый ремешок, он длиннее, покороче его можно сделать, достаточно длинный. То есть по размеру сюда тоже влезает и телефон, и паспорт, и много всего внутри здесь есть, все на молниях, все закрывается, ничего вы из него не потеряете. Потерять вы его только можете весь сам целиком, вместе со всеми вашими документами и деньгами. Но это совсем для вафлеров, это не наш же случай, да, правда? Еще разные цвета есть. Ну, в общем, интересная коллекция, которая поможет вашему путешествию, да, облегчит какую-то жизненную ситуацию, в которую вы можете попасть. Еще один очень интересный момент, который я еще не рассказал, но хочу вам показать, и мы это крупным планом тоже оснимем. Очень интересная идея с замочками, да, ну, ни для кого не секрет, что, например, всякие щипачи, да, люди с очень ловкими пальцами могут проникнуть в ваш рюкзак, там, допустим, где-то в метро, просто аккуратно там расстегнув молнию. Здесь настолько простое решение фиксации молнии, без всяких замков, без всяких там локов специальных. Здесь просто есть такая маленькая петелечка внизу, вы туда пропихиваете хвостик, вот этот вот зип-пуллер, пропихиваете и застегиваете до конца. Все, расстегнуть замок не получится, это нужно специально заморачиваться, там, проталкивать его, вытаскивать. То есть, ну, нормальный человек уже почувствует все это 20 раз, да и окружающие все это увидят. Очень интересное решение для замка. Ну, на этом все, обзор мы заканчиваем. Такие вещи вы можете купить в магазине Squat. Вот, ну, в данном случае мы находимся на Таганке, эти вещи продаются здесь на Таганке, но и онлайн они тоже есть. Заходите, смотрите. Если вам что-то понравилось из обзора вот этих вещей, можете заказывать онлайн. Надеюсь, что ваш летний отдых в этом году все-таки состоится, несмотря ни на что. и все вот эти вещи вам помогут. Ну, если вам не надо, то, может быть, и не помогут. Но все равно желаю вам хорошего отдохнуть за лето и куда-нибудь все-таки вырваться, съездить. Хотя бы даже в России. Россия большая, интересная страна. Есть множество мест, где вы наверняка не были, и стоит туда съездить. Всем счастливо, всем пока, не болейте.